Мы используем ванну для грудного плавания. Здесь не надо бояться. Положение ребёнка должно быть таким образом. Он лежит в воде на спине, на вашей руке. Причём шея до ушей, уши не надо мочить, а шея до ушей должно быть погружено в воду. И тело ребёнка должно быть вытянуто. Если он в этот момент начинает активно движение руками и ногами, это не мешает тому процессу, который мы занимаемся. Самое главное, чтобы вода покрывала шейный отдел позвоночника, включая кусочек нижней челюсти и затылочный бугор. Попробуйте расположить руку таким образом, чтобы это делать. Если вы почувствуете, что вода заливает в уши, значит, в уши нужно вставить ватные тампончики, не забыв, потом их оттуда вытащить. Значит, кроме всего прочего, нужно осуществлять массажные движения в области шеи. Очень хорошо использовать такой метод альтернативной медицины, который называется крайнюю сакральная терапия. Это не новый метод. Вот, может быть, не все специалисты, занимающиеся такой реабилитацией, этим владеют. Что это такое и почему это необходимо, это будет тема нашего следующего занятия с вами. Я вам расскажу, почему эта методика важна и почему она реально помогает. Она необходима как элемент работы. И следующая группа элементов, включающих в реабилитацию такого ребенка, это гимнастика. Да, да, обычная гимнастика, с которой вы, казалось бы, знакомые, которую, я надеюсь, вы делаете малышу, но, опять же, она должна быть специфическая. А именно, если мы имеем снижение мышечного тонуса, все наши упражнения должны быть направлены на укрепление мышц. То есть, даже наши пассивные движения направлены на зарядку, на работу мышц. Если мы имеем повышение мышечного тонуса, то наши упражнения должны быть направлены на расслабление. Это может быть легкая вибрация, это может быть легкое поглаживание, это может быть легкое разминание определенной группы мышц. При такой работе есть определенные правила. Правило первое. Мы всегда начинаем работу со здоровой или с более здоровой стороны. Если мышечный тонус разный на левой и правой стороне, мы начинаем работать с той стороны, где мышечный тонус нормальный. Если мышечный тонус одинаков, допустим, в левой и правой стороне, это не имеет значения, с какой стороны начать. И второе правило, которое нужно обязательно иметь в виду, это увеличение нагрузки. Мы начинаем с нагрузки очень небольшой и увеличиваем буквально 2-3 упражнения. И увеличиваем его постепенно. То есть, в день увеличиваем на 2-3, максимум 4 движения. Другое дело, что заниматься с ребенком можно не один и не два раза в течение дня, а 5-6 раз. То есть, всегда, когда у вас есть возможность, когда вы его переодеваете, когда ребенок не спит и не ест, с ним надо заниматься. Чем чаще вы будете это делать, тем быстрее вы его восстановите. На этом сегодняшняя наша встреча заканчивается. Я надеюсь, что вы будете ждать следующего нашего общения. Всего доброго и здоровья вашим детям. Субтитры сделал DimaTorzok